Итак, друзья, тема сегодняшнего видео это Audotex. Здравствуйте, мои дорогие друзья! Давайте по порядку разбираться и на конкретных примерах мы будем с вами обсуждать грядущую глобальную проблему автомобильного рынка. Итак, Audotex, друзья мои. Audotex это тема очень достаточно широкая, я уже не раз об этом говорил. Но сейчас я хочу поговорить о ней в контексте только лишь одной проблемы. Проблема касается расчетов ремонта. Как в рамках ОСАГО, так и в рамках просто ремонта автомобиля. Дело в том, что Audotex это такая универсальная платформа, которая позволяет посчитать любой вид ремонта. Хоть слесарный, хоть шиномонтаж локально, хоть тотальный автомобиль, рассчитать его экономическую целесообразность ремонта. Универсальная площадка. Но хочу сразу оговориться, я уже в одном из видео говорил, что помимо Audotex и его платформы существует еще множество разновидностей этих платформ. Они разные по своей сути, по своему интерфейсу, по своему смыслу и так далее и тому подобное. Но Audotex это такая межконтинентальная платформа, которая еще в лохматых годах придумана была немцами. Так вот, суть такова, что Audotex применяется повсеместно страховыми компаниями при расчете восстановительного ремонта в рамках страховых случаев. То есть мы не будем обсуждать другие возможности Audotex. Мы поговорим конкретно про страховые случаи. Итак, Audotex просто сожрал весь рынок и вытеснил всех остальных конкурентов. Возможно, где-то локально используются такие платформы, как Nami Service, PS Complex. Они для отечественных автомобилей и для массовости, разновидности советских автомобилей, они еще как бы более такие интегрированные что ли в систему получается. То есть у них больше информации про эти автомобили. Но в отличие от Audotex, эти PS комплексы Nami Service очень так криповосенько работают с иномарками. Поэтому Audotex был пропиарен самими страховщиками. Фактически, когда у Casco отобрали возможность выплачивать деньги, именно тогда Audotex и начал продвигаться страховщиками. В момент заключения договоров со станциями техобслуживания, в которых должны были ремонтироваться автомобили по направлениям по Casco, в договорах прописывалось главное условие – работа в рамках системы Audotex. Станция техобслуживания должна была иметь в своем, так сказать, арсенале доступ к этой платформе для того, чтобы рассчитывать предварительные калькуляции, согласовывать ремонт в рамках одной платформы. Вот тогда и нагрянул гром, как говорится. С этого момента популяризация Audotex идет семимильными шагами. Это, в принципе, ничего плохого, как бы я не имею в виду, что Audotex – это какое-то говно. Нет, на самом деле очень удобная, очень бурная и динамичная развивающаяся программа. Она насчитывает в себе несколько вариаций, несколько дополнений. Удобная, в принципе, юзабельная. Тем более, вот последнее обновление, где движок был заменен на «Capture», так называемый, «Capture», «Capture». «Capture» – не знаю, что там, как он правильно звучит. Короче, вот тут вот, просто, чтобы вы сами почитали, как это звучит на французском. Так, что я хотел сказать, что я хотел сказать, что я хотел сказать. Короче, чтобы было понятней, что я говорю о нем в том, в контексте, в котором я понимаю. Так вот, диплом, который у меня был в свое время написан для первой моей профессиональной переподготовки как экспертом-техникам, я писал как раз-таки по двум программам – это «Аудотекс» и «Сильвердата». Поэтому разговор о том, что я знаю, о чем говорю, я думаю, что он обоснован. Так вот, касаемо «Аудотекс». Сейчас эта программа используется всеми страховщиками, станциями техобслуживания, экспертами-техниками и финансовым полномоченным в рамках его договоров с расчетами при жалобах и так далее. Написал мне один товарищ с Краснодарского края, совсем недавно, с достаточно интересной проблемой. Она касалась его автомобиля и наличия на этом автомобиле расчетов, которые физически на нем не могли быть. То есть машина не подвергалась ремонту, она не попадала в ДТП, ее не ремонтировали, но при этом на ней висят эти расчеты. Дело в том, что раньше «Аудотекс», когда к нему обращаешься письменно, он запрашивал информацию у инициатора расчета и как бы, если ему не подтверждали этот расчет, то есть его актуальность и его необходимость по этому ВИН-коду, он удалял эти расчеты. Эти расчеты, естественно, удалялись с автотеки. Но почему-то сейчас «Аудотекс» на эти запросы реагирует достаточно однобоко и ни в коем разе не собирается помогать абсолютно ни в чем не виноватым владельцам автомобилей, которые пытаются продать сейчас эти машины на Авито и на других площадках. Машина находится в Краснодарском крае, остальные люди, которые мне писали по похожим проблемам, тоже находятся в других регионах России, и поэтому вот назрел вот этот момент, пора, я думаю, об этом поговорить достаточно публично, пусть в рамках небольшого моего канала. Я считаю, что положение дела сейчас неадекватно и неправильное по отношению к людям, которые, естественно, размещают свои машины на сервисах Авито, Автору, Дроме, ну и похожих сервисах. Дело в том, что предоставляя этим площадкам информацию о своем автомобиле, по сути, вы даете возможность злоумышленникам, которые могут за эти 150 рублей, купив автотеку на похожий автомобиль, сделать эти расчеты для того, чтобы понимать, на какую сумму они могут рассчитывать в рамках страховых случаев, как это работает. Естественно, не хочется считать свой автомобиль, и люди ищут похожую машину на Авито, находят, покупают автотеку, берут ее ВИН-код, просчитывают машину, понимают для себя, делают выводы, которые они хотели, а на этой машинке, естественно, появляются расчеты. Никакого ДТП по базе, естественно, нет, но при этом расчеты будут висеть и подтягиваться с автотекой. Как вы думаете, это нормально? То есть, по сути, я говорю о проблеме с той стороны, что, допустим, ваш сосед, неадекватный чувак, имеющий доступ к каудотексу, он просто выходит, берет, фотографирует ВИН-код под лобовым стеклом и садится вечером и калькулирует на вашу машину несколько расчетов, там, на пару миллионов. И впоследствии, спустя несколько лет, вы захотите продать машину через эти сервисы, через автору, там, и через Авито, неважно, и на вашу машину подтянутся расчеты, а вы, как бы, знать не знали, слухом не слухали, откуда это взялось, напишите кое-как, может быть, найдете информацию, напишите в Олдетекса, Олдетекса вам просто покажет средний палец. Что же делать в этой ситуации? Вот моя точка зрения, как эксперта, как человека, как бы предполагающего, что эту проблему назрело решать в судебном порядке. Необходимо привлечь к осмотру специалиста, эксперта, человека, обладающего соответствующей квалификацией, для того, чтобы определить и сопоставить с наличием этих калькуляций, действительно ли на автомобиле производились эти работы. Если они производились, то в каком объеме? То есть мы говорим, допустим, о нескольких незначительных повреждениях, а у автомобиля, допустим, просчитана вся безопасность, что все это липо, все это неправда и так далее, и по претензии писать в Олдетексе требовать удаления этих расчетов, потому что массовость этой проблемы на самом деле сейчас в России, ну, достаточно большая, я бы так сказал, поэтому не поленитесь, там потратите эти 150 рублей и заранее сейчас узнать о своем автомобиле, есть ли эти расчеты или нет. И я всегда говорил, что у вас есть возможность не платить автотеке вот эти 169 рублей, зайдите на сайт Олдетекса, и за 50 рублей вы узнаете, есть ли расчеты, если расчета нет, то дальше как бы и не двигаемся. Если расчеты есть, то еще дополнительно 50 рублей даете, и вы получаете этот расчет, который подтягивается в автотеке, там, и во вторую автокоде и так далее. Проблема эта очень достаточно серьезная, я считаю, потому что это затрагивает интересы как продавцов, так и покупателей, то есть из-за этого мы, по сути, теряем возможность реально купить нормальный автомобиль, потому что мы видим отчет автотеки, и нас это пугает. Многие просто даже не углубляясь в эту проблему, не обладают соответствующими там знаниями, они просто как бы увидят в автотеке эти расчеты и все дальше, они не пойдут выяснять, было, не было, там, и так далее. По сути, да, это очень сильно влияет на стоимость автомобиля, на его позиционирование на рынке, там, и так далее. Хотя, по факту, машина может быть абсолютно чистая и никогда не участвовать ни в каком ДТП. Поэтому, скорее всего, если будет возможность, я найду такую машину, найду такую проблему, может быть, сниму об этом ролик, и мы уже более натурно об этом поговорим. Сейчас я просто вкратце хотел осветить это для вас, чтобы вы понимали, что это есть, что, возможно, то небольшое количество людей, которые посмотрят этот ролик, поймут, что не всегда расчеты, присутствующие в автотеке, являются отражением действительности и проблем с автомобилем. Поэтому его непосредственно нужно проверять физически, глазами, непосредственно при осмотре, да, когда вы захотели посмотреть машинку, возможно, приобрести ее и так далее. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, если есть у вас такая проблема, напишите, попробуем осветить ее, возможно, попробуем решить ее. Удачи на дорогах, страхуйтесь в автомобиле, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok